Друзья, всем привет! В эфире программа Ньюз Тайм, с вами Инна Стан. Прямо сейчас о самых интересных событиях шоу-бизнеса. 10 июня при информационной поддержке Bridge TV Classic в Москве пройдет концерт обладателя премии Грэмми Алана Парсенса. На выступлении в Крокус Сити Холл рок-музыкант представит свой первый альбом за 15 лет. Модель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер расстались. По данным издания People, пара мирно решает вопрос опеки над дочкой. Артисты были в отношениях с 2015 года. Друзья, мы продолжаем. И прямо сейчас сюжет дня. В этом сюжете о новых альбомах зарубежных звезд. В начале июня увидел свет посмертный альбом знаменитого диджея Авичи под названием «Тим». Музыкант трагически ушел из жизни год назад. Спустя время семья артиста приняла решение издать его последние написанные песни. Накануне релиза по всему миру было установлено шесть объектов, где фэны могли первыми прослушать песни из свежей пластинки. Авичи заставил меня полюбить хаус-музыку и вообще электронную музыку в целом. Здорово, что все эти люди пришли сюда ради наследия Авичи. Я не могу выразить это словами. Его музыка столько значит для меня. Простите. В альбом под названием «Тим» вошло множество дуэтов с другими артистами. Неизданные треки Авичи были доработаны после его ухода из жизни. Тем временем состоялось одно из главных воссоединений года. Мультиплатиновое трио «Джонас Бразерс» вернулось спустя семь лет после распада, а свежая пластинка ребят вышла 7 июня. Мы всегда очень часто виделись друг с другом, например, на праздниках. Мы ведь семья, у нас прекрасные взаимоотношения. Во время творческого распада Ник, Джо и Кевин времени зря не теряли. Кто-то успел жениться, кто-то сняться в кино, а кто-то выпустить супер-хиты уже сольно. Мы хотели утвердиться в этой жизни самостоятельно. Кевин занялся семьей, и у него это отлично получилось. Джо добился успеха со своим проектом DNCE. Я же занимался музыкой и кино и радовался тому, как все складывается. Возвращение братьев состоялось громко. Песня под названием «Саккор», вопреки названию, быстро попала на первые строчки чартов. А видео посмотрели на YouTube почти 150 миллионов раз. Новая пластинка ребят получила название «Happiness Begins», что можно перевести как «Счастье начинается». Мы чувствуем, что в мире очень много негатива. И если мы смогли привнести в жизнь людей чуть больше света, то мы сделали свое дело. Друзья, на этом все. Вы смотрели Ньюз Тайм. С вами была Инна Стан. Пока-пока. Ньюз Тайм.